Это программа «День с толком» Это программа студии Ирина Корчегина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Гендиректор Бийского СИП «Ребор Маша» может скоро покинуть свой пост за слишком большую заботу о сотрудниках. Аллея почетных профессоров АГМУ стала больше. В УЗИ отмечают 65-летие. 3-2 в нашу пользу. В Барнауле стартовал международный студенческий хоккейный турнир. Гендиректор Бийского СИП «Ребор Маша» Александр Черемисин может покинуть свой пост за слишком хорошее отношение к рабочим. Информация пока не подтвержденная, но по данным издания «Бийский рабочий» официально об этом объявят в ближайшее время. Возможно, во время визита Юрия Набокова, руководителя предприятия «Прибор», в состав которого как раз входит завод СИП «Ребор Маш». Одна из версий увольнения Черемисина – слишком высокие расходы на социальную сферу. Для рабочих строили жилье, могли кредитовать выгоднее, чем в банках. Плюс сотрудники получали медицинскую помощь за счет предприятия. На все это уходили миллионы рублей. Александр Черемисин возглавляет предприятие более 20 лет. В Нагорной части Барнаула скоро появится новое место для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Там заканчивают реконструкцию нового корпуса центра «Журавлики». Дарья Эдемиллер продолжит. Пока все готово лишь на чертежах. Реконструкцию нового корпуса центра «Журавлики» начали в июне 2018-го. Закончить планируют к декабрю этого года. Но работы еще много. Строителям досталось аварийное здание. Когда мы пришли на эту площадку, здесь здания как такового уже не было, были остатки. В целом был лишь фундамент. Пришлось снести все. На реконструкцию потратили почти 200 миллионов рублей краевого и федерального бюджетов. Сегодня уже готовы стены, тепловая камера, проведены коммуникации и электричество. Достаточно широкий дверной проем, который позволяет проехать непосредственно на коляске в санузе. И там будет полностью оборудован дополнительный держатель, поручник. После масштабной реконструкции площадь здания увеличится в три раза. Появится бассейн, грязелечебница. Ежедневно будут принимать на 100% больше, чем раньше. Все вместе. Это должно сократить время ожидания реабилитации. Сейчас дети ждут по два месяца. Кстати, новые «Журавлики» будут принимать не только детей, но и взрослых людей с инвалидностью. Правда, пока в новом центре некому работать. Будет увеличиваться штатное расписание непосредственно на 30 единиц, где будут включены как медицинские работники, так и психолого-педагогический состав. Пожалуй, главная проблема нового центра – его место. В строящемся корпусе реабилитационного центра «Журавлики» не будет стационара. Добираться на процедуры с одного корпуса в другой пациентам, в том числе малоподвижным, придется самим. Но автобусы по улице Тихонова не ходят. На решение этой проблемы есть как минимум полгода. Дериди Миллер, Илья Халяпин. День с толком. Оборудование для майнинга криптовалют незаконно пытался провести в Алтайский край гражданин Монголии. Легковой автомобиль проверили таможенники и обнаружили в нем четыре устройства в корпусе с пластиковым вентилятором и подключенным набором микросхем. Таможенных деклараций для такой техники у водителя не было, как не было и других документов на товар. Выяснилось, что устройства предназначены для майнинга заработка криптовалюты. На такое оборудование распространяются ограничения, установленные Евразийским экономическим союзом. И требуется разрешение на ВОЗ. Возбуждено дело, товар изъят. Выпускники алтайских вузов все реже идут работать по специальности. Как показало исследование компании Headhunter, чаще всего причиной является заработная плата, которую предлагают работодатели молодым специалистам. Она невысокая. Однако на одном из барнаульских предприятий считают, что молодые кадры своего рода двигатель производства. А потому регулярно проводят экскурсии для студентов, чтобы показать ребятам все перспективы финансового и карьерного роста. На предприятии Нортек производят шины для самой разнообразной техники. Индустриальной и сельскохозяйственной, легковых и внедорожных автомобилей, грузового и легкогрузового транспорта. Одной из важнейших отраслей химического комплекса не обойтись без перспективных молодых специалистов, уверенных на заводе. И чтобы показать возможности работы на предприятии, приглашают на экскурсию познакомиться с производственным процессом. Сегодня на шинном первокурснике политеха, к слову, студенты постарше здесь постоянно проходят летние практики. Студенты должны обязательно знать место своей будущей работы, знать специфику работы, знакомиться непосредственно со специалистами с предприятием. Азы, возможно, будущей профессии преподносят практикующие специалисты. Кстати, среди них достаточно тех, кто уже учился в техническом университете. Преемственность поколений на этом заводе – добрая традиция. Практика сотрудничества обучающих заведений с предприятиями города, в частности с шинным, она сложилась очень давно. Еще когда я был студентом, я приходил сюда. Точно так же для меня все было это новое и непонятно. Помимо учебной практики в компании Нартех студенты могут выбрать дипломного руководителя. А поскольку производство постоянно развивается и новые кадры требуются всегда, есть возможность вернуться на предприятие уже не на экскурсию, а на работу. Андрей Дреер, Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Алтайскому медицинскому вузу 65. В честь юбилея у главного корпуса высадили новые ели, посвященные почетным профессорам университета. Среди тех, кто удостоен такой чести – Анатолий Варшавский, Петр Рахтанов, Соломон Хейфец. Всего 15 ученых. Ели высадили в честь уже ушедших в мир иной и преподающих сейчас профессоров. Кроме того, у АГМУ заложили капсулу времени. Ее вскроют на столетний юбилей университета. Когда я учился, было всего 24 профессора, то сейчас их уже больше 100. И поэтому очень символичная закладка капсулы. И как раз юбилей будет 100-летний. Очень интересно, конечно, им познать, что было сейчас, а кто-то живет, а многие студенты как раз в это время будут уже взрослыми. Посмотреть, какой будет медицинский вуз через 35 лет. В Барнауле готовятся к главному региональному событию в сфере информационных технологий. 12-й Алтайский региональный IT-форум, организованный Алтайской торгово-промышленной палатой при поддержке Краевого министерства цифрового развития и связи, представит новейшие разработки в этой области. В этом году форум займет 9 площадок. Наряду с театром драмы секции пройдут на территории Алтайского завода прецизионных изделий. Гостей познакомят с новейшими разработками в области цифровой экономики, технологии «Умный город». Особое внимание уделят безопасности. Желающие смогут поучаствовать в киберучениях, где в обстановке, близкой к реальной, они будут отражать информационные атаки. Мы создаем площадку, на которой будет комфортно потребителям IT-оборудования и производителям вместе встретиться и обсудить вопросы, которые волнуют наших местных IT-пользователей и найти решение на свои вопросы. Открытие форума пройдет 10 октября в Театре драмы. Регистрация открыта на официальном сайте мероприятия. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Грязно, но зрелищно. Хоккеисты «Динамо Алтай» обыграли сборную Американской университетской лиги 3-2 в пользу наших парней. В Барнауле стартовал студенческий хоккейный турнир. До 6 октября на льду встретятся 8 студенческих команд России, США, Чехии и Словакии. Первыми соперниками барнаульцев стала сборная Американской хоккейной лиги. На противостояние Барнаула и США пришли 5000 зрителей. На трибунах ни одного пустого места. Поединка такого масштаба Алтай еще не видел. Напряженный турнир длился более двух часов, но хозяева турнира все равно вырвали победу. Как же выглядит эта грязная игра американцев и поддавались ли наши хоккеисты на провокации, расскажем в вечернем выпуске. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей!